Даже после своего мятежа Пригожин продолжает доить российский бюджет. Британия вводит санкции против министров и пропагандистов Кремля, а те продолжают тотально врать про войну по методичкам Алексея Громова. Кто это такой? Покажем всю правду сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Приветствую и начинаем. Второй успешный удар по Керченскому мосту создал для Кремля множество логистических проблем, на решения которых приходится тратить сотни миллионов рублей. Таким образом, стоимость этой незаконной конструкции продолжает расти. И мы решили напомнить, сколько же миллиардов из бюджета на все это потратили, и кто обогатился за «Ваш счет». Целого пролета больше нет. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Крымский мост потерпел разрушение уже во второй раз. В результате утренних взрывов 17 июля часть конструкции разбита. Кадры, которые опубликовали россияне, свидетельствуют, что крайняя левая полоса дороги искривлена. Кусок моста обрушился вместе с бетонной конструкцией. Покрытие отсутствует, а вместо него виднеется дыра прямо в море. Мост, соединяющий полуостров Крым с Россией, настоящая гордость Путина. Сразу после оккупации украинских территорий. За три года строители возвели автомобильную часть, потом железнодорожную переправу. Общая протяженность моста – 19 километров. Памятником путинского управления, потому что он отжал, аннексировал Крым, он туда построил мост. Вот как бы это тот символ, который добавил ему еще дополнительно почти 10 лет политической жизни. Крымский мост – любимый проект Путина не только потому, что соединил Россию с Крымом. Проектирование и строительство моста стало настоящей кормушкой Владимира Владимировича и его друзей. Стоимость всей конструкции – почти 4 миллиарда долларов. Это втрое дороже, чем самый длинный мост в мире. Просто вдумайтесь в цифры. Китайские инженеры всего за два года построили мост между Шанхаем и Нанкином. Кроме автомобильной линии, на нем также присутствует высокоскоростная железная дорога. Длина моста – целых 165 километров. На один метр конструкции китайцы тратили в среднем 8 тысяч долларов. Всего строительство обошлось в полтора миллиарда долларов. В то же время стоимость крымского моста – почти 4 миллиарда долларов. Его протяженность всего 19 километров. То есть метр сообщения обошелся больше, чем 200 тысяч долларов. Что в 26 раз больше, чем потратили китайцы. Это втрое дороже, чем стоит самый длинный мост в мире. Строительство такого дорогого сооружения друзьями Путина – это отмывание денег и набивание себе карманов. С одной стороны можно показать, какие мы крутые, а с другой стороны денег в карман положить. Средства, конечно, взяли из государственного бюджета страны. То есть за него заплатили обычные россияне. И эти деньги перешли близкому другу Путина – давнему партнеру подзюдо, миллиардеру Аркадию Роттенбергу. Именно его компания «СГМ-Мост» занималась строительством объекта. Роттенберг и входили в ближайшее окружение Путина. И это одни из так называемых путинских олигархов. То есть люди, которые сделали свое состояние именно во время Путина. И, собственно, его друзья стали просто не в пример. Даже ельчинским олигархам абсолютно на бюджетных вливаниях выросли. За строительство моста и отмывание миллиардов долларов на нем Путин даже вручил Роттенбергу награду звания «Героя труда». Это, конечно, был распил бюджетных денег, федеральных бюджетных денег. 4 миллиарда долларов за 19 километров. Можете себе просто представить. Вся эта шайка, лейка на этом неплохо заработает. Кроме этого, за счет налогоплательщиков оплачивают обслуживание моста, в том числе его охрану. В 2022 году такие услуги обошлись в 15 миллионов долларов. Около 7 миллионов стоил ремонт после первых взрывов на мосту осенью прошлого года. Ущерб от второго подрыва пока что неизвестен. Путин тратит на мост миллиарды, в то время как буквально в 200 километрах от Москвы дороги в аварийном состоянии. «Ребят, если вы когда-то будете ругаться на дорогу, то знайте, что есть это. Это просто какой-то пи***». Впрочем, уже давно понятно, что Путину и его команде плевать на комфорт и благосостояние граждан. Крымский мост – настоящий памятник коррупции в России. Пока россияне сводят концы с концами, президент страны вместе с друзьями набивает карманы бюджетными деньгами. И с огромным удовольствием наблюдает, как невинные люди погибают из-за кровожадных амбиций в Украине. В нашей постоянной рубрике «Лица режима» сегодня Алексей Громов. Один из наименее публичных и один из наиболее влиятельных кремлевских чиновников, который курирует всю российскую пропаганду и, конечно же, получает за это огромные деньги. Кто такой Алексей Громов и насколько сильно он разбогател на тотальной лжи? Знакомимся. Алексей Громов. 2012 года. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. Человек, который отвечает у Путина за телевидение и прессу. Если кто-то думает, что любой чиновник может позвонить руководителям госканалов и дать указание что-то показать, то это большая ошибка. Только Громов дает указание, что показывать и в каком контексте. Господин Громов – первый заместитель руководителя администрации президента с 2012 года. То есть 23 года он работает, соответственно, в администрации президента. Он был пресс-секретарем Ельцина, далее был пресс-секретарем Путина. Сейчас он отвечает за всю пропаганду. Помимо каналов и агентств, Громов надзирает и за крупнейшими газетами. Это объясняется довольно тесными отношениями Громова с владельцем коммерсанта Алишером Усмановым и директором и главным редактором газеты Владимиром Желонкиным. Другие люди Громова в печати – глава «Комсомольской правды» Владимир Суньборкин и директор по развитию РБК Алексей Абакумов. Впрочем, ресурсы Громова гораздо шире, чем управление телевидением и пресс-секретарями. Мы достаточно часто являемся свидетелями подмены информации, затаивания информации, продвижения своей ничем не подтвержденной информации. Его главный актив в том, что он, как никто, знает, в какой момент и в каком виде подать президенту плохую информацию на кого-то. Гнева Громова опасаются даже миллиардеры, владеющие российскими СМИ. А теперь о том, сколько зарабатывает фактически министр пропаганды Путина. Официально и неофициально. Начнем с недвижимости. Медиа-чиновника номер один. У Громова есть большой загородный дом, который расположен в одном из самых дорогих районов Рублевки. Близ президентской резиденции Ново-Огарева. В элитном поселке Ильинские дачи. Дом площадью 961 квадратный метр стоит на участке в почти 3000 квадратов. Это очень дорогое жилье. Участок аналогичной площади с домом в этом поселке продается за 12 миллионов 600 тысяч долларов. Про дом ходят легенды. Одни рассказывают, что итальянский мрамор для колонн меняли несколько раз, чтобы достичь нужного эффекта. Другие говорят, что благородный камень использовался даже при отделке гаража. Участок появился у Громова в 2002 году. До него он принадлежал государству. Стоимость объекта 1 миллиард 135 миллионов 512 тысяч рублей. В самой Москве у кремлевского чиновника тоже есть жилье. Целый этаж на Пресне. В доме номер 10 в Большом Тишинском переулке. Дом был построен в 2009 году по заказу управления делами президента. А при создании архитектурного проекта были учтены потребности и вкусы состоятельных клиентов, которые впоследствии займут его жилплощади. Громова занимает там примерно 500 квадратных метров на третьем этаже. Это три соседние квартиры. Стоимость недвижимости 220 миллионов рублей. Далее имущество, записанное на родственников. К своему 31 году Алексей Громов-младший успел нажить внушительное приданное и является завидным холостяком. За ним числятся три квартиры, четыре машиноместа и шесть элитных автомобилей. Например, в Москве. Квартира в Лаврушинском переулке. Дом 11, корпус 1, квартира 2. Площадью 213 квадратов. Стоимость 225 миллионов рублей. Теща Алексея Громова – 84-летняя Алла Лосницкая. На нее записаны три элитные квартиры. Первая располагается в ЖК Лаврушинский, 11. Ее общая площадь составляет 395 квадратных метров. Стоимость 417 миллионов рублей. Вторая квартира – Москва, улица Большая Якиманка, дом 22, корпус 3, квартира 3. Площадь 146 квадратов. Стоимость 212 миллионов рублей. И квартира в Москве, переулок Большой Тишинский, дом 10, строение 1, квартира 72, площадь 145 квадратных метров. Стоимость 127 миллионов рублей. Кроме того, на сына записан ряд бизнесов. В феврале 2017 года Громов-младший купил у Романа Абрамовича долю в 33% фирме МКМ Логистика, занимающейся вывозом мусора. В 2013 году МКМ Логистика получила два государственных контракта общей стоимостью 40 миллиардов рублей. Миллиард 200 миллионов долларов по тогдашнему курсу. За вывоз мусора из двух округов Москвы. Однако уже спустя полгода Алексей Громов продал свою долю в МКМ Логистике Михаилу Чигиринскому, сыну Александра Чигиринского, многолетнего партнера Абрамовича. Стоимость МКМ Логистики оценивается в 2-2,5 миллиарда рублей. Таким образом, Громов-младший получил прибыль от сделки свыше 700 миллионов рублей. Бизнес не основное занятие Алексея Алексеевича Громова. Получая доли в бизнесе на миллионы долларов, он на самом деле работает журналистом и медиа-менеджером. Громов-младший является партнером главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. Она сама, ее младшая сестра Алиса и муж Тигранки Осаян строят бизнес на пиаре государственных проектов, которые курирует Громов-старший. Алексей Громов владеет несколькими автомобилями. На всех установлены особые номерные знаки ООО. Или, как еще в народе их называют, Три Ольги. Блатная серия московских автономеров, изначально принадлежащая машинам ФСБ. Номера дают особый статус привилегированных участников дорожного движения. Сегодня среди владельцев подобных номеров можно встретить много известных людей, в том числе политиков, звезд шоу-бизнеса, спортсменов и бизнесменов. Мы попросили юриста Анатолия Фурсова проанализировать официальную зарплату Алексея Громова-старшего. С 2008 по 2021 год, согласно его декларации, он заработал 146 миллионов 307 тысяч 962 рубля. Что до активов, о которых мы рассказали выше? Неофициальных доходов, только то, что есть в открытых источниках, то, что нам удалось узнать. У него на 3 миллиарда 36 миллионов 512 тысяч рублей. Разница где-то в 20 раз. Актуальный вопрос. Как же государственный чиновник Громов, курирующий российские СМИ, заработал столько денег? По так называемому бизнесе, в этом кураторстве, в основном все идет наличными. То есть там миллиардные наличные обороты. Они покупают независимые СМИ, покупают блогеров, соответственно, подкупают журналистов. Да, как правило, в такой щекотливой сфере, как пропаганда, используют наличные. Ну, так скажем тогда, положительные статьи у независимых СМИ, у независимых, у тех же самых блогеров. И сколько на самом деле кому заплатили, невозможно отстудить. Реальный бюджет может быть полтора. То есть это огромные деньги. То есть у каждого СМИ, российского, есть свои расценки на то, чтобы сотрудничать с государством, так называемых независимых СМИ. И, соответственно, они за деньги размещают то, что нужно администрации президента. Похоже, пропаганда в России приносит огромные дивиденды. Пусть и неофициальные. Этому человеку удалось внушить огромному народу, что причина его бед – это Запад и Украина. Они воровитые, бездарные чиновники. В глазах Путина это дорогого стоит. Очередной санкционный пакет Великобритании против российских чиновников и пропагандистов. Министр просвещения Кравцов, министр культуры Любимова и печально известный ведущий Красовский. За что и какие на них наложили ограничения? Показываем. Лондон расширил санкционный список. Британское правительство ввело ограничения против 14 граждан России за попытки властей Российской Федерации уничтожить украинскую национальную идентичность. Соответствующее обновление опубликовало британское управление по осуществлению финансовых санкций. 11 россиян из списка обвиняются в принудительной депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. В ужасной программе принудительной депортации детей и полной ненависти пропаганде, которую извергают его лакеи, мы видим настоящее намерение Путина. Стереть Украину с карты лица мира, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Более 19 тысяч украинских детей принудительно депортировали в Россию или на временно оккупированное Кремлем территории Украины. Многие дети помещены в лагеря для, как говорят пропагандисты Кремля, перевоспитания. Во временно оккупированном Крыму и материковой части России, где в отношении несовершеннолетних проводится российско-ориентированное академическое, культурное, патриотическое и военное воспитание. Нужно подчеркивать, что кража украинских детей со стороны Российской Федерации по всем юридическим международным канонам считается частью геноцида. Если забирают детей из одной среды и потом их переучивают, заставляя ненавидеть Украину, своих родителей и пытаясь переучить их любви к России, на самом деле это вызывает просто ошеломляющий ужас у любого цивилизованного общества. Навязывание пропаганды не обошлось без министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Британские власти обвиняют его в участии и поддержке программы правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей. Именно за это он попал под санкции. Он, соответственно, к этому точно причастен, потому что он подписывал соответствующие приказы о размещении украинских детей в детских лагерях, в школах, интернатах и так далее. Поэтому подписал приказ, получи санкции. Сергей Кравцов пришел к власти благодаря Путину в 2020 году. За свою грязную работу он получает немалые деньги. Из бюджета Российской Федерации ему платят около 900 тысяч рублей в месяц, в то время как российские учителя зарабатывают всего 15 тысяч. Ни в театр, ни в кино, скажем так, позволить особо вот моя семья не может. Я считаю, что вот такого отношения к людям нашей профессии быть не должно. Это унизительно. В новом санкционном списке также присутствует министр культуры Ольга Любимова. Как утверждают британцы, она поддерживает и продвигает политику и действия, которые дестабилизируют ситуацию в Украине. Если государство Великобритания приняло подобное решение, то очевидно, что у них есть доказательства прямого участия всех этих представителей российской власти в преступлениях, связанных с воровством и вывозом детей из временно оккупированных украинских территорий. Также в похищении детей и распространении на них пропаганды. Обвиняют зампредседателя правительства Москвы Вячеслава Духина, министра семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленару Иванову, начальника штаба Севастопольской юнормии Владимира Коваленко, губернатора Камчатки Владимира Солодова, уполномоченную по правам ребенка в Подмосковье Ксению Мишонову и так называемой ДНР Дарью Морозову. Есть в России целая система, которая работает на то, чтобы воровать украинских детей и очень важно сегодня для международной общественности, для Украины в первую очередь, создать правильное подспорье, правильный фундамент для того, чтобы заработали механизмы, которые все-таки приведут всех этих людей на скамью подсудимых и все они будут отвечать перед законом за те преступления, которые совершают. Не обошлось без путинского пропагандиста Антона Красовского. Бывший сотрудник Russia Today призывал к геноциду украинских детей. Вот прям топить этих детей, топить. За такие высказывания Красовский и попал под санкции Британии, а украинские правоохранительные органы открыли против него уголовное дело. Товарищ Красовский – это вообще отдельная история. Один из наиболее скандальных российских, ну я не знаю, наверное, я все-таки журналиста. История про сжигание украинских детей – это не единственное скандальное высказывание. Чернород – это Красовский. Кроме физических лиц в санкционном списке есть международный детский центр «Артек», который расположен в аннексированном Крыму. В обосновании ограничений говорится, что учреждение участвовало в принудительной депортации и перевоспитании украинских детей. Похищение несовершеннолетних – ужасное преступление, совершенное Россией. Путин и его соратники должны понести наказание за десятки тысяч депортированных детей. И вместе с президентом Российской Федерации в Гаагском суде должны предстать все те, кто ему в этом помогал. Война войной, а обед по расписанию. Фирмы Пригожина даже после его неудавшегося мятежа продолжают зарабатывать на питании для школьников. Опальный повар Путина заключил новый контракт с государством. Подробности о том, сколько ему еще отдадут ваших денег – в нашем сюжете. Пригожин снова в строю. Он опять грабит Россию на сотни миллионов рублей. Человек, который всю свою карьеру построил на знакомстве с Путиным, а потом предал его. Президент и его окружение сами вырастили и выкормили чудовище, которое едва не погубило. Вы понимаете, о ком я? Это Евгений Пригожин. После мятежа и трусливого заявления Путина о предательстве. То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Он и его наемники вышли сухими из воды. Кремль, очевидно, испугался. Пригожину снова позволили участвовать в госзаказах. Об этом сообщает прокремлевская СМИ «Артебяй». Компании, связанные с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, и после попытки мятежа продолжили получать многомиллионные контракты. Кроме того, контракты, которые ранее заключались с компаниями Пригожина, госведомства расторгать не планируют. Госзакупки – это кормушка для всех путинистов. И чем ближе ты к окружению диктатора, тем больше возможностей дают. Изобретать ничего не нужно. Не нужно строить замысловатый бизнес, инвестировать. Надо просто присосаться к государственному бюджету и паразитировать. Госбюджет – это гарантированный бесконечный поток денег. Самый крупный новый контракт пригожинские фирмы получили от Управления образования администрации подмосковных мытищ. Согласно договору, компания должна поставлять питание для муниципальных школ с 2023 до 2025 года. Сумма сделки – 705 миллионов рублей. Почу, чтобы мы все знали об этом. Московские больницы и поликлиники, которые находятся в подчинении у Департамента здравоохранения, заключили пять контрактов почти на 82,5 миллиона рублей. Детский лагерь «Артек» – плюс 260 миллионов. Две подмосковные больницы – еще более 16,5 миллионов рублей. Старые контракты расторгать не планируют. В ответ на запрос РТВА о контракте на организацию питания для лечебно-оздоровительного центра при МИД России в министерстве отметили, что до сих пор никаких нареканий к работе поставщика не возникало, поэтому оснований для расторжения нет. Путин показывает, что если ты бандит и в случае чего можешь пойти на Москву, власть будет с тобой договариваться. А так как Путин и Пригожин знакомы не первые десяток лет, эксперт считает, что договариваться им было намного проще. В конце концов, Путин и Пригожина связывают многолетние доверительные отношения. Путин кормился, что называется, с руки Пригожина. Суммарно новые контракты с экс-мятежником обошлись бюджету примерно в миллиард рублей. Но это только то, что пока удалось найти. Его старые контракты, по словам путинских пропагандистов, давно перешагнули рубеж в полтора триллиона рублей. Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам Пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. А это на самом деле только верхушка айсберга. Речь идет о триллионах рублей. Во время обыска в питерском офисе Пригожина нашли не только коробки с деньгами и фальшивые паспорта. Там нашли и 600 официальных печатей разных фирм, которые на самом деле принадлежат Пригожину. Его бизнес-империя проросла по всей России. Путин отдавал деньги налогоплательщиков, даже не считая их. Главное – выполнять грязную работу. Чувака Вагнера выполняли грязную работу в Сирии и Украине. А взамен получали полную неприкосновенность и огромные, огромные бюджетные деньги. Это дочь Пригожина – Полина. Вот ее дом за 135 миллионов в Питере. Младшая сестра Вероника в свои 17 лет уже владеет четырехзвездочным отелем. А сын Пригожина Павел – настоящий бизнесмен. Он продает элитные апартаменты. В его владении бизнес-центр в Питере, который стоит как минимум 2 миллиарда рублей. И все это – лишь малая часть имущества семейства Пригожиных. Но куплено оно было именно на бюджетные деньги. Содержание всей группы Вагнера полностью обеспечилось государством. Возможно, Пригожин и покинул страну. По крайней мере, такую видимость пытаются создать. Но его бизнес остался именно в России. Он до сих пор является частью путинской системы и получает деньги из государственной казны. Пригожин продолжает зарабатывать, а бюджет РФ продолжает худеть. После мятежа ЧВК-Вагнер расходы казны увеличились аж на 5%, посчитали эксперты. Почему это произошло? На что стали тратить больше денег? И где их путинские чиновники собираются брать? Все подробности далее. Кремль наращивает расходы. И это при уже катастрофическом дефиците бюджета в 2 триллиона 600 миллиардов рублей. Все знают, что нужно делать, рассчитывая на то, что работа будет организована ритмично. Издание Bloomberg пишет, что Путину после мятежа Пригожина неизбежно придется укрепляться. Во всех смыслах слова. И потому новые расходы – это не строительство больниц, а очередные военные объекты. Строить оборонительные рубежи вокруг Москвы и тех бункеров, там, где он находится. Больше военной техники, больше солдат для того, чтобы подавить любые восстания внутри страны. Все это – дополнительные колоссальные траты. Но без них режим не выживет. А значит, не выживет и Путин. Бунт Вагнера стал оплеухой имиджу российского диктатора. И теперь Путину нужно куда больше денег и на пропаганду, и на подкуп как можно большего количества людей. Усиление чувства неопределенности, вызванное мятежом Пригожина, может привести к тому, что Кремль захочет вложить еще больше ресурсов в покупку верности людей к путинской системе, чтобы уменьшить количество будущих сюрпризов. За меньше чем год до президентских выборов ставки возрастают. Путину уже нужно готовить электорат. Путину надо будет каким-то образом поддерживать свой ядерный электорат. Популярность Путина как мачо пошатнулась. То есть народ увидел, что он не мачо, а мачалка, скорее всего. Но тем не менее пропагандисты сейчас будут стараться опять создавать образ такого мачо. А раз ты не очень сильный, не можешь даже убить своего врага, у тебя не хватает сил, то люди постепенно будут наглеть. И, соответственно, Путин должен чуть больше тратить на социальное. Все это вынудит Кремль увеличить расходы на 5%. По сравнению с текущим бюджетным планом, настаивают аналитики Блумберг. Дополнительная сумма расходов – 14 миллиардов долларов. А ведь и без них в стране-агрессоре никак не могут решить, чем покрыть катастрофический дефицитный бюджет. Один из вариантов, который вновь звучит. Уже от президента Российского союза промышленников Александра Шохина – приватизация. Это может дать сотни миллиардов рублей. На это надо решиться. Российский союз промышленников и предпринимателей и многие члены бюро РСПП публично предлагали запустить такой механизм массовой приватизации. При этом Путин не устает пополнять приватизационный фонд, национализируя, а попросту отжимая предприятия у крупных западных компаний. Последними экспроприировал, а формально забрал под временное управление Росимущество российские отделения «Данон» и «Балтики». «Балтика» – вторая по величине российская пивоваренная компания. Принадлежит датской «Карльсберг». Молочный производитель «Данон» вообще самый крупный в России и на 100% принадлежит французской «Данон». Это ограбление западных инвесторов. А потом награбленное имущество, предприятие, и не только предприятие, речь идет и о ценных бумагах, и о денежных средствах. А потом вот это награбленное за бесценок продается под видом приватизации друзьям Путина, близкому кругу. Напомним, ранее Путин, отобрав активы немецкой газовой компании «Унипер» и финской энергетической корпорации «Фортум» отдал их «Роснефти» и Игорю Сечину. Это называется «граб награбленное». То есть действительно такие процессы сейчас протекают. Это уже где-то полгода нормальная практика. Правда, вряд ли все это сойдет с рук диктатору. Последние компании уже подали документы в международный арбитраж. Потому такое альтернативное пополнение российского бюджета может обернуться еще большими расходами для Кремля. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин